Дагестан Они готовы увидеть близких в больницах, на месте взрыва или даже в морге. Родственники продолжают искать пропавших без вести в страшной трагедии. Все для героев в белых халатах. Председатель регионального профсоюза медработников передала несколько сотен тысяч рублей на поддержку врачей, работавших на месте взрыва. 5 гектаров сельскохозяйственных земель будут использованы по назначению. Россельхознадзор Дагестана ликвидировал несанкционированные свалки в регионе. Подозреваемому подделу о взрыве Эльдару Насрулаеву предъявили обвинение. Ему инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности гибель людей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Как отмечают в пресс-службе Басманова суда Москвы, следственный комитет требует его ареста. По данным ряда источников, Насрулаев хранился литру, взрыв которой и привел к трагическим последствиям. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с фурой. Авария произошла в Карабудахкенском районе. 54-летний мужчина на Хюндай выехал на встречную полосу и врезался в грузовой транспорт. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. А в Тлеротинском районе ночью машина упала с обрыва в реку Джурмут. Пассажир успел выбраться, выбив боковое стекло, а водитель утонул вместе с транспортом. Автомобиль с телом погибшего нашли сегодня утром. По предварительным данным, при падении мужчина ударился головой о лобовое стекло и потерял сознание. Месяц август для пожарных республики выдался непростым. Последние трое суток сотрудникам МЧС без сна и отдыха приходится бороться с огнем. По системе 112 вновь поступило сообщение о горящей многоэтажке. О причинах возгорания и о том, как спасали людей и их имущество огнеборцы, в сюжете Камилы Мехтехановой. Махачкала снова полыхает. На этот раз пожар происходит в многоквартирном доме на улице Мурадова, 53. Более 60 сотрудников МЧС привлечены к ликвидации пожара. На данный момент эвакуированы 70 человек. Пострадавших нет. Очевидцы говорят, в 6 часов утра они услышали хлопок, вследствие чего мансарда многоэтажки начала дымить. Предварительная версия – взрыв газа в одной из квартир. Хлопок раздался и вон с того окна уже горело. Домой не запускают пока. Стоим, ждем. Площадь пожара около 700 квадратных метров. В основном очаги возгорания зафиксированы в четырех квартирах на третьем этаже и в двух на четвертом. По предварительным данным, больше всего пострадала мансардная часть. Тушение пожара осложнялось отсутствием противопожарных систем, отсутствием противопожарного водоснабжения, а также установки высотной техники для тушения пожара сверху. Прокуратурой Республики организована проверка по факту пожара. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства. Точные причины произошедшего уточняются. Камила Мехтиханова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Встреча с родственниками погибших при взрыве на федеральной трассе Махачкала-Астрахань прошла в актовом зале Республиканской клинической больницы. Представители духовенства, силовых структур и судмедэксперты помогают близким жертв трагедии опознать тела или найти тех, кто еще числится без вести пропавшим. Подробности далее. Они ищут своих родных везде. На месте взрыва, в больницах и даже в морге. Но пока все безуспешно. Близкие и родственники пропавших без вести в отчаянии. 2008 года, 2007 года. Нет ни в одной больнице, никто ничего не знает. Как такое морг? Куда смотреть? Какие камеры смотреть? Кому обращаются? Среди погибших, среди раненых, среди сгоревших мы сами это осматривали, все ходили. К сожалению, там тоже не нашли. Сейчас сдали, сына повезли, сдали ДНК. И в надежде на то, что там получим какой-то положительный ответ. Ждем. Чтобы люди могли получать ответы на все интересующие их вопросы, была организована встреча. На диалог с родственниками пропавших без вести пришли представители власти, силовых структур и духовенства. Много вопросов остается без ответа, но ответственные лица отмечают, они делают все возможное для разрешения ситуации. Из 35 погибших установлены имена 14. Опознания остальных 21 будут проводить. Вопросы, конечно, у родственников есть. Поэтому мы сегодня вот такой большой командой, Минздрав, посчитали своим долгом встретиться и ответить на все вопросы близких по срокам проведения генетической экспертизы. И каким образом после установления личности тех, кого нельзя было опознать, но генетика подтвердит, смогут забрать для захоронения. Главный посыл таких мероприятий – морально поддержать людей и найти ответы на возникающие у родственников вопросы. Вот те вопросы, которые у них будут поступать, пусть это будут канонические какие-то вопросы, будем стараться отвечать, то, что от нас зависит, будем стараться помогать, чем можем утешать, то, что наши возможности, все максимально, какую пользу мы можем принести, мы будем стараться делать. Патимат Ханапова, Тамара Самидова, Шамил Хирей Сулаев, Новости ННТ, Махачкала. Представители Муфтията Дагестана посетили пострадавших при взрыве в Кумтаркалинском районе. Они навестили больных в первой городской больнице Махачкалы. Пациенты были доставлены в стационар с ожогами и травмами различной степени тяжести. Один из пострадавших чудом остался жив. В момент взрыва Гаджи Муртазалиев садился в свой автомобиль, в котором находились еще пассажиры. Шесть человек, получается, у нас было. Я, семьи и врачи-брат семьи. У него старшая девочка упокоилась и у меня старший сын упокоился. Прошу Аллаха, чтобы исцелил, облегчил положение. И всех, кто покинул этот мир, чтобы Аллах простил грехи и вел их в рай. И все, кто болеет, все, кто оказался в тяжелом положении, чтобы Аллах исцелил побыстрее и сохранил Дагестан, нашу родину, от таких бед и несчастья. 300 тысяч рублей на поддержку сотрудников, работавших на месте взрыва, передала председатель регионального профсоюза медработников Зумруд Бучаева. Отметим, что в этот день на федеральной трассе Махачкала-Астрахань работало 28 бригад, которые буквально через несколько минут после получения сигнала прибыли на место происшествия. Сотрудники диспетчерской службы, скорой медицинской помощи и санавиации оперативно оказывали квалифицированную помощь и эвакуировали пострадавших в лечебные учреждения. Мы уложились в время эвакуации, сортировки, это самое такое болезненное и трудное, кстати, удается не всегда временный фактор соблюдать. В течение 67 минут была закончена, завершена эвакуация всех пострадавших. Естественно, они по разным больницам, по профилям были доставлены и на месте были нуждающиеся, была оказана медицинская помощь. Зумруд Бучаева встретилась с коллективом Дагестанского центра медицины «Катастроф». Она поблагодарила коллег за высокий профессионализм и отвагу. Сегодня особые слова благодарности мы говорим скорой медицинской помощи, чья неотложная медицинская помощь и чьи решительные действия по эвакуации пострадавших, начиная от поиска оптимального пути доступа к месту происшествия и быстрого реагирования на ситуацию, наше сложное для республики время является образцами силы и патриотизма. 18 свалок ликвидировано за 7 месяцев текущего года в Дагестане. Все они не санкционированы и находятся на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью более 5 гектаров в Кумторкалинском, Карабудахкенском, Новолагском, Лакском, Табасаранском, Дербенском, Ногайском, Бабаюртовском и Каякенском районах. В общей сложности сотрудники управления Россельхознадзора по республике провели свыше 300 выездных обследований. Из 47 образцов почвы в 45 обнаружены химико-технологические показатели. Как заверил начальник ведомства, работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле. Спортивный праздник для детей. Турнир по мини-футболу среди учеников летних курсов при джима мечети Махачкалы подошел к концу. Участие в соревнованиях приняли около 300 столичных ребят. Хамзанур Магомедов продолжит. Яркие эмоции и не менее увлекательные игры. Для детей, которые обучаются на летних курсах при джима мечети Махачкалы провели футбольный турнир. Всего в чемпионате принял участие около 50 команд. Игры проходили по олимпийской системе. Проигравший вылетал. А возрастная категория делилась на три группы. Дети от 7 до 10 лет, с 10 до 12, и с 12 лет и выше. Торжественное награждение победителей призеров состоялось во дворе джима мечети Махачкалы. Их наградили медалями, грамотами и приятными подарками. Что понравилось в этом турнире? То, что мы победили. Второе место. Мы, честно, победили. Спасибо всем за то, что устроили эти летние курсы, за то, что сделали этот праздник нам. Всем огромное спасибо. Подобные спортивные турниры по инициативе Муфтиата Дагестана проходили во всех городах и районах республики. Стоит отметить, что во время летних курсов каждую субботу был организован спортивный день. Хамзу Нурмагмедов, Алиас Хабмагмедов, Халида Хмаев, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у меня все. В студии работала Лориана Шамхалаева. Смотрите наши новости в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин